Как будет выглядеть начальная школа, можно увидеть на паспорте объекта. Такой же архитектурный облик и фасад. Еще во времена строительства сотой школы в селе Веселом на улице Худяково было известно, что она будет вместимостью до полутора тысяч человек. Основной корпус образовательного учреждения открыл свои двери для учеников в январе 2012-го, а в марте этого года приступили к возведению второго блока для начальных классов. На данном этапе от общего объема работ выполнено примерно 40%. Задействовано порядка 70 человек. И поставка материалов на объект осуществляется бесперебойно. Сейчас строители приступили к монтажу наружных ограждающих конструкций, возведению внутренних стен. Идет работа по установке вентиляции, систем вода и теплоснабжения. В следующем месяце начнется установка оконных блоков. Никаких препятствий на сегодняшний день, безусловному исполнительному обязательству как по срокам, так и по качеству выполняемых работ подрядчик не испытывает. То есть обеспечено полное, стабильное обеспеченное финансирование. Проблем на сегодняшний день никаких нет. Думаю, что и в планированных периодах до завершения объекта эксплуатации таковых не будет. В трехэтажном здании начальной школы будет все необходимое для комфортного обучения. Подвальное помещение вместит хозблоки. На первом этаже появится вместительная столовая с наличием холодных и горячих цехов и актовый зал. Выше спальные комнаты, классы и полноценный двухэтажный спортивный зал. Сейчас отсюда открывается вид на большой школьный стадион. А так сейчас выглядит чердачное помещение начальной школы. Здесь сейчас выполняется армирование плиты перекрытия третьего этажа. Затем начнется устройство кровли, установка перегородок, строительно-отделочные работы, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу декабря этого года. Кстати, до конца 2017-го еще одна школа и два детских сада появятся в Лазаревском районе. А в целом за последние годы в Сочи были построены пять новых школ и почти 20 пристроек и новых детских садов.